Приветствую всех майнеров, тех кто майнит, тех кто хочет майнить и тех кто не знает, что такое майнинг. Но, наверное, таких людей уже не осталось, все-таки это уже длится несколько лет и уже, наверное, все знают. Вот, значит, новость первая. В начале сентября зашел разговор о том, что хотят отменить домашний майнинг. Якобы повышенное энергопотребление и так как фермы выделяют много тепла, то повышенная температура и пожароопасность. Вот, ну, я думаю, это относится к большим фермам, реально, которые там их кучи в комнате стоят. Может быть, да, но если вы майните на трех видеокартах, я думаю, вы нафиг никому не нужны. И это больше схоже с ситуацией регистрации квадрокоптеров, которые уже длится несколько лет, но как такового решения никакого из этого не вышло. То есть здесь, наверное, так же и не знаем, что из этого выйдет, но пока это все на словах, может быть, все это дело примут. На самом деле неизвестно. Вот, майнинг. То есть мы сейчас рассматриваем майнинг на текущий момент, его окупаемость. Сейчас посмотрим, какой примерно комп можно собрать и за сколько он, этот комп, окупится. Самый лучший вариант, наверное, смотрите, если у вас есть игровой компьютер, то вы можете на нем майнить. Ну, конечно, там одна видеокарта какая-нибудь стоит, у вас там 10-60, 10-80, может, кого-нибудь. Грубо говоря, вы не вкладывались в ферму, вы купили игровой комп, играете и когда не играете, он у вас майнит. Все. То есть тут просто деньги текут и все. Это такой неплохой вариант, плюс вы можете несколько видюх поставить себе в комп. Да, будет шуметь, там, конечно, все, кулеры работают, но это без вложений получается. Вот. Второй вариант – это построить ферму, то есть чисто вложиться в нее и думать, а закроется ли все это дело вообще через пару месяцев, смогу ли я купить свою ферму, потом зарабатывать на ней или все это дело прикроется. Понимаете, здесь никто вам ничего не скажет, все это дело может прикрыться через пару месяцев, а может еще проработать 5 лет. Вот. То есть кто-то рискует строить фермы, кто построил фермы там полгода назад, у тех все хорошо. Кто сейчас начинает вкладывать фермы, тут уже как бы реально вопрос, да, доходность меньше, рисков больше, в общем-то, ну, давайте сейчас покажу примерно сколько окупается и какая ферма. Объясню вам на бумажке. Итак, соберем бюджетную ферму, соответственно, нам что потребуется? Оператива, оператива, мать, процессор, блок, питание. Оператива, ну, примерно 200 тысяч рублей. Ссылки найдете в описании под видео, сайт Computer University, там же найдете купончик на скидку сразу при покупке, и плюс с каждой покупки вам бонусы начинаются на счет, которые можете потом тратить. То есть оператива, там, DDR4, да, у нас будет DDR4. Материнка, возьмем под 4 видеокарты, кину ссылку вам на MCI. Моделька, она называется, по-моему, H110M. Не помню, там, как VD, там, плюс какой-то. Значит, 3500 она стоит примерно. Ну, плюс-минус, все зависит от курса. Процессор, ну, двухъядерный, целлерончик сюда пойдет вообще без вопросов. То есть нам особо здесь не нужно, здесь работает видеокарта. Блок питания. Самое интересное, начинается, возьмем сразу с запасом, к примеру, на 700 Вт. Опять же, по блоку питания, смотрите, то есть, ну, примерно там, 4000 рублей, да, будет стоить. Я примерно вам ценен. Блок питания, 700 Вт. Обязательно смотрите, чтобы чистых Вт на 12 Вт было много. То есть можно там 700 Вт, да, по факту там будет мало. То есть смотрите, чтобы реально Вт 600, там, ну, 550-600 было уже на 12 Вт линии. То есть 600 Вт, вот, примерно там 750 будет, да, 600 Вт на 12 Вт. Он будет с запасиком у нас хороший, и мы можем поставить мощные видюки. Ну, я сразу так это под сборку. И HDD нам потребуется. Здесь, на самом деле, либо старый какой-нибудь жесткий диск использовать, либо там флешку купить за 700 рублей можно. Вот, плюс мелочевочка. Вам потребуется также Razer, если будете много видеокарт ставить, ссылки тоже будут внизу под видео, на Алиэкспрессе продаются Razer. Значит, данная сборка нам обходится, сейчас мы посчитаем, 2200, 3500, 2300. Это мы собираем новую ферму. Все можно, на самом деле, купить бэушное. Итого у нас 12700, ну, давайте 13 тысяч рублей. Все можно купить бэушное, и тогда окупаемость фермы вообще в разы уменьшится. Значит, 13 тысяч рублей. Если собирать бюджетную ферму, это, к примеру, в тот же самый GTX 1050 Ti, вот, стоит, ну, плюс-минус, там, 8,5-9 тысяч рублей. Давайте 9 тысяч рублей запишем. Все тоже. Цены на видеокарты гуляют, доходность гуляет, в зависимости от курса. Если собираете только с одной видеокартой, то у вас получится, что данный компьютер будет стоить 200, ой, 22 тысячи рублей. Вот. Все, мы занялись майнингом. Ссылочка на программки для майнинга тоже есть в описании. Также ссылочка на биржу, с помощью которой вы будете выводить деньги. Деньги выгодно выводить на Kiwi. Все ссылки внизу есть. 22 тысячи рублей. Соответственно, данная видеокарта приносит, ну, плюс-минус 50 рублей в день. Вот. То есть, она приносит 50 рублей в день. На самом деле, рублей в день. Курс гуляет, доходность у нее может быть разная. Вот. Это я вам, в принципе, там, за вычетом электричества можно даже считать. То есть, электричество там процентов 10-15 уходит. Поэтому 50 рублей в день мы умножаем. Это полторы тысячи рублей в месяц. Вот. Если у вас есть игровой компьютер, то вы можете на нем просто зарабатывать. Не вкладывая, грубо говоря. И окупаемость данной сборки, данной вот такой мини-фермы, даже фермы не назвать еще, будет 14,6 месяца. Что довольно-таки долго. Реально, смотрите-ка. Это год и два с половиной месяца. Это долго. Но мы купили сюда мощный блок питания. Поставили, мы можем поставить сюда несколько видеокарт. Соответственно, давайте сборку из трех видеокарт, примерно, посчитаем. Чем больше у нас видеокарт, тем быстрее будет окупаться наша система. Три видеокарты. Соответственно, добавляем еще 18 тысяч рублей. Итого 40 тысяч рублей. Наша сборка, наша ферма. Вот. Уже ферма. Три видео. Которое будет приносить 4,5 тысячи рублей в день. И окупаться будет наша ферма за 40 тысяч рублей уже за 8,9 месяца. На текущий момент. Раньше, на самом деле, цифры были интересней. Но теперь вот так вот. Это такая бюджетная сборка. То есть, 8-9 месяцев мы можем окупать ферму, которая будет стоить 40 тысяч рублей. А потом уже прибыль пойдет, грубо говоря. Но в любом случае у нас как бы железо останется. Если что, мы продадим в два раза дешевле потом. Вот. Такие есть. Но можно, говорю, купить бэушное. То есть, вот это вот не 13 тысяч рублей, а за 3 тысячи рублей купить. Бэушный какой-нибудь комп у кого-нибудь найти. То есть, люди сливают. И тем самым мы будем окупать только нашу видюху. Теперь, если мы возьмем тот же самый комп за 13 тысяч рублей. То есть, блок питания у нас там нормальный. И мы поставим сюда видеокарты GTX 1060. Трехгигабайтные. Которые стоят 14 тысяч рублей. Опять же, плюс-минус. Есть подешевле, есть подороже. Это, ну, не полит, к примеру, да. Какой-нибудь гигабайт поставить. Вот. Значит, данная видеокарта на текущий момент приносит где-то 80 рублей. То есть, 80 рублей в день. Опять же, курс гуляет. То есть, эта цифра может быть как 100 рублей. Вот. Поэтому я вам говорю уже так. С учетом электричества. То есть, примерно так получается. 80 рублей в день приносит. И мы сразу делаем сборку не с одной, а с тремя видеокартами. То есть, у нас получается 13 тысяч плюс 14 умножить на 3. Что, в свою очередь, составляет 55 тысяч рублей. Вот такая ферма будет уже, ну, более-менее нормальная. И данная ферма будет приносить у нас, 2400 умножаем на 3, 7200 рублей в день. Вот. Эта ферма наша приносит столько. 7200 рублей в день. Соответственно, что мы имеем? Окупаемость данной фермы, 55 тысяч, разделить на 7200, составит 7,6 месяца. Что еще интереснее? Если курс будет не 80 рублей, а возрастет, соответственно, окупаемость у нас будет больше. Если мы купим здесь бушное, все вот эту вот сборку компьютера нашего, то, соответственно, окупать будем уже только практически сами видеокарты. И все. Вот. Это уже цифра интересней. Но, опять же, на текущий момент она, по сравнению с тем, что было раньше, не очень. Как бы это ни казалось. Вот. То есть, это что касается GTX 1060. То есть, опять же, по блоку питания скажу, можно сделать сборку из двух блоков питания, если хотите несколько видеокарт, там, 5 поставить, да. Ну, мы ставим 3, у нас с запасом. Потребляет GTX 1060 примерно 120 ватт. Вот. 120 ватт умножаем на 3. Соответственно, получается 360 ватт. Плюс вся система еще, ну, сотку берет. Соответственно, это у нас 460 ватт. У нас потребление идет, нам требуется для нашего компьютера. Поэтому я вам говорю, блок питания покупайте где-то ватт на 750, где чистых на 12 вольт, 12 вольт, где-то 600 ватт должно быть. То есть, должен быть запас. Обязательно смотрите, иначе сборка ваша не потянет. То есть, блок питания, и это должен быть реальный 600 ватт, то есть, не какие-то там китайские написаны, а хороший блок питания все-таки это залог успеха. Вот. Реально, от него очень много зависит. Вот. Но, опять же, если вы хотите питать больше, то лучше взять два блока питания, там, по 750 ватт, да, чем один какой-то большой мощный, потому что выйдет дороже. Есть специальные переходники для соединения и втыкания в материнку. Вот, друзья мои, вот такая, собственно, арифметика получается, но это на текущий момент, на сентябрь. Что будет дальше, никто не знает. В общем, майнинг штука интересная и достаточно рискованная. Кто хочет рискнуть, тот вложится, будет надеяться на лучшее. Кто не рискнул, не будет рисковать. Через полгода, к примеру, курс возрастет и будет думать, блин, что же я не вложился, да? В принципе, так большинство думает, которые не вложились полгода назад. Вот, ну, друзья мои, это рискованная штука, на самом деле, то есть, каждый делает выбор сам. Все ссылочки на эти в описании, то есть, ссылки на программу для майнинга, если хотите вдруг заняться, на биржу Ubit тоже регистрируйтесь, с помощью нее будете выводить деньги на Kiwi. Самый, скажем так, самый нормальный вариант в плане экономии, да? И что еще? И ссылочки на комплектующие тоже можете найти внизу, на CompuUniversity, плюс код на скидку. Вот, ну, можно собрать бюджетный, искупить бэушный, скажем так, сам системник, да? То есть, материнку, оперативу, там, блок питания и ваша ферма будет окупаться еще быстрее. Вот, но это надо поискать. Новая окупается, соответственно, дольше. То есть, купите бэушное, там, за 2000 рублей, вы, соответственно, будете окупать уже только вашу видюху. Все. Вам не придется уже сам весь блок окупать. Поэтому, друзья мои, ссылки все внизу найдете. Так что, пока!